Футболка Самая большая беда то, что полноцветные изображения типа фотографии для тебя не делаются. Сублимация – второй способ печати, позволяющий наносить сложные картинки. Для нее идеально подходит синтетическая ткань, в структуру которой краска проникает очень легко. Ее практически невозможно отстирать, она почти не выцветает на солнце. При сублимации изображение сначала распечатывается на специальной бумаге, не позволяющей краске в нее впитаться. Это перенесение рисунка с бумаги на футболку с использованием термопресса. Это последний этап ее подготовки. Он работает при 180 градусах. И после того, как прошло несколько секунд, мы с вами можем наблюдать вот такую вот красоту. В мире с незнанием химии, это все предоставит своего рода алхимию. Нету там проб и ошибок. На плите в кастрюле создается ультрамодная вещь. Два друга – Антон и Игорь. Вдохновившись эстетикой музыкальных клипов и известных брендов одежды, решили оживить технологию, популярную у хиппи в 60-х годах. Они работают в технологии тай-дай. Проще говоря, связать и покрасить. Суть ее в том, чтобы сварить скрученную футболку в кастрюле с красителем. В процессе нужно быть особенно аккуратным с количеством материала. Только сейчас мы дошли уже до того, что у нас мерные стаканчики. Ну, тоже заслуга моей девушки, которая очень любит готовить, поэтому у нее есть все в доме. Смешивается определенное количество красителя и соли. Получившийся раствор вливают в горячую, но не кипящую воду. Потом футболку скручивают, закрепляют резинками и помещают в кастрюлю. Находится она там около 40 минут. На самом деле, если честно, каждый раз делая футболки, пробуя, допустим, что-то делаем, мы до конца не уверены в том, что получится. То есть у нас не было такого, чтобы доставали, и нам не нравился рисунок. То есть он нам всегда нравится, потому что он всегда интересный. Но вот какой он будет, вот это всегда тяжело происходить. Ребята на покрашенных футболках печатают авторские рисунки. Первоначально они пытались делать это самостоятельно. За смелость пришлось поплатиться. В итоге на съемной квартире у друга вся ванна у него была голубого цвета. То есть она вообще не отмывалась, по-моему, в течение нескольких месяцев. Не знаю, даже вот отмылась она до сих пор. Дизайнерская кухня сложна и изощрена. Но если все сделать правильно, тогда вам удастся добиться цветной революции.